Проклятие Гиппократа и пусть навсегда твоя еда будет твоим лекарством, а твое лекарство станет навсегда твоей едой, звучит особенно правильно применительно к плохому холестерину. Сегодня мы с вами разберемся с тем, какие обычнейшие продукты питания снизят ваш холестерин навсегда. Здравствуйте, с вами сегодня в роли мистера Узбагаина ваш Макс Погорелый в душе и телоспасительной программе обман веществ, в которой мы с вами с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании. Сегодня я вам расскажу о том, как самые обычные ваши продукты, которые вы можете купить в любом магазине за небольшие деньги, с точки зрения научных исследований, то есть абсолютно подтвержденные факты, помогут вам снизить ваш холестерин и держать его низким как угодно долго. И как всегда мы с вами будем использовать для этого только научные исследования. Их сегодня 22. Список всех научных исследований вы сможете скачать по специальной ссылке в конце этого видео, как обычно. А самое главное из них я буду показывать на экране. И напомню, что поскольку Бог троицу любит, это третье видео о том, как можно снизить плохой холестерин. В первом видео мы с вами рассмотрели то, какую диету выбрать для снижения холестерина, и даже определились в том, как должен выглядеть ваш дневной рацион по раскладке различных видов продуктов. В этом видео я вам расскажу, какие конкретные продукты вот в эти большие группы продуктов вставлять. Например, если мы с вами говорим об овощах, или если мы с вами говорим, к примеру, о каких-либо крупах или кашах. В первом видео, а ссылочку на это видео вы видите сейчас у вас на экране, я также рассказал о том, какие именно масла следует выбрать для того, чтобы уровень плохого холестерина у вас снижался. Во втором видео, ссылочка тоже сейчас на экране, вы узнали о том, следует ли отказываться от яиц, красного мяса, сливочного масла, твердого сыра и молока продуктов. Обязательно посмотрите эти видео, там много доказательного и очень вкусного. Итак, применительно к овощам самым главным холестериноснижающим видом овощей по способу обработки является обычная квашенина. Да-да, обычная квашеная капуста, соленая, но не маринованная, огурцы, помидоры, квашеные яблоки, квашеные арбузы и так далее. Почему оно работает? Дело в том, что на уровень плохого и общего холестерина у нас в крови колоссальное влияние оказывает баланс наших бактерий, условно вредных и условно полезных. Хорошая оговорочка, условно болезные. Это, в общем-то, мои клиенты, которые после корректировки рациона питания превращаются в, безусловно, безболезненных клиентов. Надо будет запомнить. Чем же хитрая наука объясняет снижение уровня плохого и общего холестерина при употреблении так называемых ферментированных, то есть обычных наших квашеных продуктов? Дело в том, что ферментированные продукты очень улучшают состав микрофлоры, так называемый эубиоз. И у нас начинает появляться в организме больше полезных и меньше вредных бактерий. И, как говорят исследования, улучшение состава микрофлоры приводит к ухудшению всасывания желчных кислот в кишечнике. Поэтому они больше выводятся из организма. Желчные кислоты входят в состав желчи. И поэтому организм вынужден производить больше желчных кислот. И поэтому холестерин, который мы потребляем с вами в пище, организмом для производства этих желчных кислот в большой степени и используется. И поскольку холестерин используется для благих целей, плюс с увеличением выведения желчи и желчных кислот еще и активизируется работа печени. Печень таким образом, условно скажем, очищается. То у людей, которые потребляют квашеные продукты, улучшается холестерин. И вторым способом, которым условно полезные бактерии снижают уровень плохого холестерина, состоит в том, что из любой клетчатки и особенно из уже обработанной хорошими бактериями клетчатки ферментированных продуктов, они производят так называемые карбоновые кислоты, которые всасываются в кровь и снижают производство холестерина самой печенью. Поэтому первый вывод из сегодняшнего видео звучит так. Ешьте побольше сквашенных продуктов, то есть любого рода кислой капусты, квашеных огурцов и даже кисломолочных продуктов, которые тоже содержат условно полезные бактерии и будет вам счастье. То есть, как вы поняли, клетчатка, которая входит в состав квашеных овощей, помогает нашим бактериям производить карбоновые кислоты и таким образом снижает уровень холестерина. Значит ли это, что если мы с вами будем потреблять не квашеные овощи и фрукты, тоже содержащие много клетчатки и другие продукты, которые содержат много клетчатки, то уровень холестерина в крови будет снижаться? Давайте узнаем. Первое. Это обычные овощи. Любые. Если вы будете употреблять больше овощей, как говорит это исследование, то уровень плохого холестерина и уровень общего холестерина будет у вас снижаться пропорционально увеличению количества потребляемых овощей. Поэтому диета с большим количеством овощей, а это может быть до 600-800 граммов и даже до килограммов в день, помогает успешно снижать и держать уровень холестерина в норме. Наиболее полезной является так называемая растворимая клетчатка, которой много и в овощах, и в фруктах, и в других продуктах. Сейчас расскажу вам в каких. Так вот, увеличение количества употребляемой растворимой клетчатки помогает снижать уровень плохого и общего холестерина достаточно сильно, и при этом практически никак не влияет на уровень холестерина хорошего. Причем, забавный момент. Увеличение количества растворимой клетчатки более всего помогает именно мужчинам, а мужчины почему-то меньше едят фруктов и овощей, как и твердит нам неумовимо честная статистика. Как мы видим по этому исследованию, чемпионами по содержанию растворимой клетчатки являются овес, белая, но не цветная фасоль, гречка, свекла, тыква, а наибольшее количество растворимой клетчатки содержится в кунжуте и семенах льна. О нашем чемпионе по содержанию растворимой клетчатки льне я снял отдельных два видео, в которых я рассказываю обо всем спектре, громадном спектре всех его полезностей для здоровья. Так вот, для снижения плохого и общего холестерина лен просто незаменим. Как показали результаты этого большого метаисследования, в котором ученые объединили результаты 18 различных, исследование употреблений молотого льняного семени существенно снизило общий холестерин и плохой холестерин на 0,21 и 0,16 мм соответственно. Однако, при употреблении льняного масла таких изменений холестерина не наблюдалось. И употребление льна и льняного масла никак не повлияло на уровень 3 глицеридов и на уровень хорошего холестерина, что в общем-то тоже хорошо. Так что употребляйте молотый лен в количестве 1,5 столовых ложек с горкой каждый день и уровень плохого и общего холестерина у вас снизится. Следующим копеечным продуктом, который позволит вам существенно снизить уровень плохого холестерина и который вы можете купить в абсолютно любом магазине является обычная вёшь. Цельнозерновые овсяные продукты лучше всего плющеная овсянка. Как показывают научные исследования, достаточно съедать всего 100 г овсянки в пересчете на сухое вещество. Берем 100 г овсянки, варим кашу, съедаем за 1 или 2 приема, лучше за 2 и лучше с овощами, чтобы не поднимался сахар. Помогут вам снизить уровень плохого холестерина на 5 мг на децилитр, что весьма и весьма существенно. Какой же овсяный продукт выбрать для снижения плохого холестерина? Ну рука конечно тянется к баночке с бета-глюканами, которые разрекламировали всякой инфо-цыгане. И бета-глюканы действительно являются основным действующим веществом вовсе, но не спешите. На самом деле, как показали исследования, бета-глюканы работают лучше всего в компании со всеми остальными продуктами, полезными веществами, вернее, которые содержатся вовсе. Поэтому самыми действенными для снижения плохого холестерина овсяными продуктами являются именно обычные овсяные хлопья, но берите именно цельнозерновые. Они работают лучше всего. Но в отличие от льна, очень хорошо работают также и переработанные овсяные продукты. Даже овсяное печенье, если оно без сахара, сахар естественно работает против нашего плохого холестерина, вернее на его увеличение. Работает даже овсяный хлеб и очень хорошо работает обычное овсяное молоко, которое можно купить в пачках. Оно тоже снижает уровень плохого холестерина, причем, как я показал в отдельном видео про кисель изотова, овсяное молоко снижает уровень плохого холестерина и общего, точно так же, как снижает кисель изотова. Но на молоко вы, конечно, потратите деньги, на сочинение киселя изотова вы потратите целую кучу времени. Поэтому в данной ситуации баланс денег и времени вы можете выбрать сами. Конечно, производители БАДов могут сказать, что Погорелый продался подлым производителям льна и овсянки, которые собрались и проплатили это его видео. Ну, ребята, вы понимаете, что это бред и для того, чтобы Погорелый и дальше мог радовать вас дешевыми решениями сложных проблем, Погорелый тоже нуждается в некоторой поддержке. Если производители овса и льна меня не поддерживают, то вы можете поддержать меня лайком или перепостом и подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить другие видео, которые помогут сэкономить вам деньги и улучшить ваше здоровье. И как истинно сказано в Писании от Погорелого, не овсянку единый жив человек, но и гречку им едимый тоже. Как показали научные исследования, употребление обычной гречки помогает снизить как уровень 3 глицеридов, так и уровень плохого холестерина. Об этом нам поведало замечательное мета-исследование, которое объединило результаты где-то 12 разных исследований. То есть мы можем этому исследованию уверить. Какую гречку употреблять? Прежде всего зеленую. Именно она содержит те самые полезные полифенолы, которые помогают снизить уровень плохого холестерина. Сколько гречки употреблять? В разных исследованиях употребляли от 40 до 100 г гречки в сухом весе. Друзья, сейчас будет очень важная ремарка, за которую мне отдельно заплатили производители гречки, льна и овса. Для того, чтобы добиться значимого результата, недостаточно просто несколько раз съесть гречку и овес и побежать сдавать анализы. Необходимо есть их на протяжении от 3 до 6 месяцев. Потому что те полезные вещества, которые в них содержатся, действуют понемножку тихой сапой и помогают вам снизить уровень плохого холестерина. И потом нужно продолжать употреблять эти продукты, может быть и в меньших количествах. И следующими производителями продуктов, которые мне забашляли и которых я поддержу в этом видео, будут производители орехов. Самых обычных орехов. Любых. От грецкого до арахиса. Ешьте орехи в количестве 40 граммов в день, как показывают исследования. И они тогда от 40 граммов и больше помогут вам снижать уровень общего холестерина. А если вы будете есть более 60 граммов любых орехов в любой смеси в день, то они будут вам помогать снижать уровень плохого холестерина. Друзья, что очень важно понимать в этом случае. Внеся любые изменения в ваше питание, например увеличивая количество овсянки или гречки, или льняного семени, или орехов. Необходимо учитывать то, что каждый из этих продуктов содержит не только вещества, которые безусловно полезны, но и вещества, которые при превышении их потребления могут приносить существенный вред здоровью. Улучшать холестерин, например, и увеличивать количество воспалительных процессов в организме, как например омега-6. Орехи содержат много омега-6 и лен тоже содержит много омега-6. Поэтому, если вы решите увеличивать количество орехов, которые вы употребляете, и вы уже употребляете лен, то тут необходимо будет сбалансировать орехи. То есть выбрать те из них, которые содержат меньше всего омега-6 и больше всего омега-9, которые являются нейтральными. Также необходимо учитывать и то количество белка, которое вы получите из этих орехов, для того, чтобы не превысить общее количество белка в рационе. Чем больше у вас белка в рационе сверх вашей нормы, тем выше ваш плохой и общий холестерин. Ну так уже устроен наш организм. Поэтому при внесении любых изменений в ваше питание необходимо учитывать все факторы, которые влияют на ваше питание. Об этом я коротко рассказывал в первом видео, когда говорил о том, что именно баланс и соотношение продуктов, а не столько вид продукта, который вы выбираете, влияет на уровень плохого и общего холестерина. Итак, орехи весьма дороги. Дороги не только моему сердцу, они весьма дороги, ну кроме может быть грецкого ореха в покупке. Поэтому если вы хотите сэкономить, то вы можете заменить употребление большего количества орехов, хотя конечно это и нежелательно, употреблением обычных бобовых, так называемых не соевых бобовых. О сои мы с вами поговорим чуточку позже. Так вот, как показало научное исследование, которое объединило результаты 10 других исследований, называется это мета-исследование. Среднее количество холестерина у тех, кто потреблял бобовое, по сравнению с теми, кто его не потреблял, снизилось на почти 12 миллиграммов на децилитр. А уровень плохого холестерина снизился приблизительно на 8 миллиграммов на децилитр. Это весьма существенное значение. Итак, друзья, наш канал как всегда помогает вам экономить не только время на поиске научно-обосновной информации, но и конкретные ваши денежки, которые вы не тратите на покупку всякой ерунды от инфо-цыган. И можете всегда купить вместо дорогих орехов, например, более дешевых бобовых. Так вот, для того, чтобы вы могли экономить ваше время и деньги, работают люди, которые поддерживают наш канал. Они позволяют нам быть абсолютно независимы от продажи любых товаров и таким образом давать вам именно объективную и сбалансированную информацию. Поэтому десятину из сэкономленных денежек, доллар, три или пять, вы всегда можете пожертвовать прямо у нас на страничке на сайте нашему каналу. Для того, чтобы поддержать нас и позволить нам и дальше нести научно-обоснованный сбалансированную информацию в массы. То есть вам следующим нашим продуктом, который мы обсудим, будут как раз соевые бобовые, то есть обычная соя. Она тоже прекрасно снижает уровень плохого холестерина, как показало это громадное метаисследование, объединившее результаты 35 больших научных исследований. Так вот оно показало, что потребление соевых продуктов привело к снижению уровня плохого холестерина на почти 5 мг на децилитр, 3 глицеридов на те же 5 мг и общего холестерина опять же на чуть-чуть больше чем 5 мг на децилитр. Также наблюдалось значительное повышение уровня хорошего холестерина, что тоже очень важно, поскольку чем он выше, тем вы здоровее. И точно так же, как в случае с овсом, работает не только сама соя, которую есть не очень вкусно, но и соевые продукты в том случае, если они приготовлены из цельной сои. Это может быть и соевое молоко, и туфу, и даже обычное соевое мясо. Как показали исследования, снижение плохого холестерина, если вы употребляете продукты, изготовленные из цельных соевых бобов, почти в 4 раза сильнее, чем если вы употребляете продукты из обычного очищенного соевого белка. Однако, вводя бобовую и сою в ваш рацион, вы должны помнить о том, что хотя и увеличение количества растительных белков помогает вам снижать уровень плохого и общего холестерина, и повышать в некоторых случаях уровень холестерина хорошего, но обязательно следует балансировать общее количество белка, которое вы съедаете, потому что просто увеличение потребления соевого белка, если вы будете превышать белковые нормы, только ухудшит состояние вашего здоровья. О том, как правильно сложить баланс белковых продуктов растительных животных, я рассказываю в отдельном видео, ссылку на него вы видите сейчас на экране. И так как вы уже поняли, именно баланс и соотношение различных продуктов являются крайне важными для того, чтобы ваш рацион улучшал ваше здоровье, в частности, снижал плохой и общий холестерин, поэтому крайне важен принцип взаимообмена. Одно добавляем, второе убираем и добиваемся максимального баланса всех составляющих. Для того, чтобы это сделать, вы можете либо пользоваться теми приблизительными данными, которые я дал в диаграмме в первом видео, либо вы можете обратиться ко мне, и я составлю ваш холестериноснижающий рацион из ваших любимых продуктов по максимуму. Я не обещаю, что я ставлю вам чипсы, таранку и ваши любимые киевские тортики, к примеру, но основные продукты, которые вы любите, будут учтены. И этот рацион будет сбалансирован по 14 различным параметрам, а не по 4, как обычно делают по старинке на коленке разные диетологи. Они считают калории, белки, жиры и углеводы. Обращайтесь, и я с удовольствием рассчитаю вам ваш личный холестериноснижающий рацион. Следующим продуктом, который поможет вам улучшить ваш холестеринный обмен, являются грибы. И за ними не надо ехать в Голландию. Мы употребляем обычные грибы, даже те самые, которые продаются в магазинах, то есть обычные шампиньоны или вешенки. Лучше всего, конечно, грибы лесные, но уж попадутся, так попадутся, не попадутся, так не попадутся. Так вот, как говорят научные исследования, регулярное употребление грибов помогает снизить уровень и общего, и плохого холестерина, и 3 глицеридов, и повысить уровень холестерина хорошего. Ответственными за снижение холестерина в грибах являются так называемые грибовые, грибовые, грибные, извините, бета-глюканы. Во все свои овсяные бета-глюканы они снижают ваш уровень холестерина, а в грибах свои. Так вот, грибные на самом деле работают точно так же хорошо, как и овсяные, и кроме того еще и помогают улучшать ваш иммунитет. Сколько же нужно съедать грибов для того, чтобы снижался уровень холестерина? Грибы дозозависимый продукт. Чем больше едите, тем больше вставляют. Я имею ввиду, тем больше снижается уровень холестерина. Однако при этом вы ухудшаете другие параметры здоровья, поскольку грибы все-таки являются продуктом весьма тяжело перевариваемым. Если мы пересчитаем количество грибов, которые скармливали животных на людей и определим безопасную дозу, то, как показало вот это исследование, мы с вами увидим, что нам нужно съедать от 100 до 150 граммов грибов в пересчете на живой обычный грибной вес. То есть покупаем 100 граммов шампиньонов или 100 граммов белых грибов, можно мороженых. Можно, кстати, есть и маринованные, идеально соленые. Они соединяют в себе и квашенность, и грибность. Да, и дают вам как бы общий результат из всего. И таким образом соленые грибы работают лучше всего. Но даже сушеные грибы и те сохраняют достаточное количество бета-глюканов. Поэтому крошить их тоже в борщик. Но грибов все-таки лучше не переедать. Следующий продукт, который поможет вам снизить уровень плохого холестерина, который продается в любом супермаркете, является имбирь. Этот продукт весьма недешев или даже дорог в пересчете на килограммы. Но если вы пересчитаете его на здоровье, то он тоже будет дорог, но уже вашему сердцу. Так вот, исследования показывают, что достаточно употреблять 0,25 грамма сушеного порошка имбиря. Ребята, берите в капсулах лучше. Вот тут лучше взять БАДы. Он будет, возможно, и чище, может быть и не чище. Но, по крайней мере, он точно будет взвешен по 0,25 грамма. Употреблять его надо 4 раза в день с едой. И тогда он поможет существенно снизить и уровень общего, и уровень плохого холестерина, и уровень 3 глицерина. И таким образом оказать максимум пользы для вашего здоровья. Не съедайте имбирь цельной порции. В общем-то, в исследованиях съедали и по 5 граммов имбиря, но при этом вы можете испытывать, получить целую кучу неприятной побочки. От изжоги, боли в животе до, пардон, жжения в анальном отверстии. Банального жжения в анальном отверстии. Потому что, если вы съедите имбиря сразу и много, то он выйдет из вас тоже залпом. И вы его почувствуете как при съедании, так и при выделении. Друзья, я открою вам сейчас одну тайну. Я никогда не ем ни в каких заведениях. И пью только там свою воду или чай. Потому что я боюсь, что меня отравят производители статинов. Это лекарства, которые снижают уровень плохого холестерина. Ведь я рассказываю о том, что на самом деле этими лекарствами можно абсолютно не пользоваться. И еще одним продуктом, который помогает мне и отпугивать производителей, продавцов статинов. И отпугивать вампиров. Как вы уже догадались, является обычный чеснок. Да, да, употребление обычного чеснока помогает снизить уровень плохого холестерина. Как показали исследования, в среднем, если вы употребляете достаточное его количество, то вы можете снизить уровень плохого и общего холестерина на целых 12%. Сколько чеснока нужно употреблять и в каком виде. Об этом нам тоже рассказали исследования. Использование сушеного чеснока в дозах всего от 600 до 900 миллиграммов в день. Рекомендую все-таки взвесить или употреблять в капсулах. Уже значительно снижает уровень холестерина в крови. Также вы можете употреблять и обычный свежий чеснок 10-20 граммов в день. Правильно употреблять чеснок. Необходимо так его нужно раздавить. Дать прореагировать. Там происходит внутри химическая реакция. Алиин соединяется с алииназой, ферментом. И образуется алицин, который как раз и работает для повышения иммунитета, убийства всякого рода микробов и вирусов. Я рассказывал об этом в отдельном видео о чесноке. Как использовать чеснок для борьбы с простудными заболеваниями. И также он помогает и снижать, я сейчас об алицине, плохой холестерин. Раздавили зубчик чеснока или два зубчика чеснока. Подержали, можно дальше уже термообрабатывать. Алицин термостойк и не распадается. Ешьте чеснок и будет вам счастье. Не думайте, что я буду вас призывать есть водоросли каждый день и бесконтрольно. Дело в том, что бесконтрольное потребление водорослей или любых других продуктов, которые содержат много йода, а это в основном БАДы, которые продаются и рекламируются просто повсюду, может существенно ухудшить состояние вашего здоровья. Как показывают исследования, избыточное количество йода, которое определяется по количеству йода в вашей моче, повышает уровень общего и плохого холестерина, а также увеличивает содержание глюкозы в крови и повышает кровяное давление. Друзья, сейчас продается колоссальное количество всякого рода йодных препаратов. Так называемый синий йод, например. Есть абсолютно громадное количество каких-то кретинов, которые рассказывают вам с ютубового видео о том, что нужно нанести полосочку йода на кожу, и в зависимости от того, как быстро она исчезнет, вы определите, есть ли у вас недостаток йода в организме. Все это вранье. Для того, чтобы определить, достаточно ли у вас йода, достаточно сдать анализ мочи на йод, и ни в коем случае нельзя бесконтрольно и бездумно, без анализов употреблять любые БАДы и добавки, которые йод содержат. Точно так же, как нельзя переедать водорослей. Водоросли это лечебный продукт, и они содержат йода иногда тысячу дневных доз в небольшом количестве. Поэтому обязательно ешьте водоросли, но не чаще одного, двух, трех раз в неделю. Я сниму отдельное видео о том, какие водоросли есть, и в каком количестве. Если это вам интересно, то ставьте плюсики, пишите в комментариях. Макс, сними про водоросли. И так же пишите любые ваши пожелания по темам видео, которые вам будут интересны. Я тоже сниму с удовольствием такие видео. И последним на сегодня, очень важным способом поддержать ваше движение по наклону, я имею ввиду, ваше движение по направлению снижения уровня холестерина, является, уж простите меня за честность, спорт. Физическая нагрузка. К сожалению, без нее вам, ну, возможно, и удастся добиться успехов, но занятия спортом существенно улучшат ваши результаты по снижению плохого холестерина. Как показали исследования, чем больше вы ходите, тем больше у вас снижается уровень триглицеридов, и тем больше повышается уровень хорошего холестерина. Это же исследование показало, что диета и спорт, если мы сравним их в процентном соотношении, приблизительно оказывает на снижение плохого холестерина влияние как два к одному. То есть диета в два раза активнее, чем спорт, но спорт позволяет, грубо говоря, в полтора раза увеличить результаты, результативность вашей диеты и по снижению общего холестерина, и по снижению триглицеридов, и по повышению холестерина хорошего. Сколько нужно заниматься спортом, я рассказывал в отдельном видео, ссылка на это видео сейчас на экране, а хотя бы для того, чтобы снизить уровень плохого холестерина, проходите в день около 10 тысяч шагов, и будет вам очередное счастье. Итак, друзья, надеюсь, я был достаточно убедителен, доказателен и информативен, ибо в отличие от инфо-цыган, моим девизом является соловья, и слушателя баснями не кормят. Итак, друзья, как вы поняли, для того, чтобы привести ваш плохой холестерин в норму питанием, очень важен принцип взаимообмена. Одного добавили, другой убрали, одно убрали, другого добавили. Точно так же этот принцип взаимообмена важен и при обмене информации. Я даю вам информацию, вы экономите деньги, и десятину вот этих денег вы жертвуете на наш канал. Ой, видимо, что-то я не то говорю, так больно ударился. Ну ладно, не десяти, но одну сотую, доллар, два, три. Мы будем всегда очень признательны за ваши донации, и мы очень признательны нашим спонсорам. Сегодняшними спонсорами были наш постоянный спонсор Владимир из Москвы, который постоянно поддерживает наш канал. Глубокое ему спасибо от меня, и я уверен, и от вас. А так же сегодня нам помогали Валентин Матковский и Влад Станицкий, которые своими трудами помогли сделать наше видео лучше. Надеюсь, вы это уже оценили. Спасибо вам за интерес и внимание. Лайкайте нас, подписывайтесь на наш канал, делитесь этой информацией с друзьями. Она будет полезна и вам, и будет улучшать и ваше здоровье, и здоровье вашего круга общения. А с вами был Макс Погорелый, программа «Обман веществ», в которой мы с вами с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании и, надеюсь, лишаем заработка и возможности влиять на ваши мозги различных инфо-цыган. До скорых новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин